Припарковался он супер конечно профессионально это все. Я вообще не представляю как можно на воде управлять таким транспортом. Это же какой должен быть уровень мастерства. Яхты конечно шикарные, Лондон, Лондон. И вот флаги висят Британия и Португальский, флаг Британский и Португальский. И тут тоже самое Британия и Португалия. Здесь вижу только Португальский. А вот красотка как красная. Красненькая, синенькая. Цвет конечно бомбовский. Как зеркало. Супер. Да, это все британские яхты. Британия, да, черная вообще бомба. Нереально красивая. Мне вот та серебряная и вот эта черная понравилась. Допустимое. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Там просто место расположения хорошее и морская еда хорошая. И у них там стоят фотографии гостей, которые посещали это место. И значит там фотография Роналда с хозяином этого ресторана. Потом всякие знаменитости футбольные португальские еще. Вот. И мы когда кушали, пришла семья. Значит, я не знаю точно имени. Это я потом уже в интернете посмотрела. Это продает он футболистов. То есть из одной команды в другую продает. И такая знаменитость, в принципе, его все знают. В Испании, в Португалии, в мире футбола его знают все. И на страничке в Инстаграме я видела его на футболу Кристиана Роналду. Они такие друзья довольно-таки близкие. Вот. Так что увидела, сидела рядом. Но он практически не сидел. Пришел он с семьей. Там жена, по-моему, дети, наверное, мама или свекровь его. С семьей они пришли. И он практически не сидел за столом. Он постоянно на телефоне. Постоянно. Он весь вечер, ну что-то там присел, перекусил. И потом опять разговаривал по телефону. Продавал футболистов. Я-то не понимала, что он говорит. Но мне перевели, что он там. Да, да, там этот хороший футболист. Хороший парень там играет хорошо. Вот это ты бизнес делает. Кто-то кушает, а кто-то работает. Причем бизнес в сотнях тысяч и в миллионах рассчитывается. Тут что-то строят. И вот этот перешейк отсюда не выезжает, заезжает. И туда выход в океан. В открытые. А здесь они сделали, как бухточка такая. Тут и ремонтируют, и сервис, и все. И вот пляж. Наконец-то. Тут я вчера обедала. Сегодня обедать пока не хочу. Напилась уже кофе. И вот флаг зеленого цвета. Это значит, что волны нету. Можно плавать безопасно. У них несколько видов флага. Допустим, если красный, вообще запрещено плавать. Они вывешивают желтый, как бы с предупреждением. По-моему, три цвета. Это означает уровень опасности. Ну, кстати, на таких пляжах очень легко встретить знаменитостей. Когда-то здесь встречали не я, а друзья общие президента Португалии, бывшего. Он просто вот так вот тоже сидел на пляже. Отдыхал, книжечку читал. Но летом здесь будет все забито. Сейчас, как бы, ледишки нет. Сидел себе без охраны, без ничего, с семьей отдыхал. Я тут обедаю с видом на океан. Вот эти тенечки платные. Не знаю, сколько. Но они так далековастенько от океана. И вот там вот выезд с этой бухты. Ещё хочу показать паркинг велосипеда. Я не пойму, как они ромут. Такие велосипедики можно взять на прокат. Тут он заблокирован. И там вот. Тут нажимаешь код. Он разблокируется и пользуешься велосипедом. А, это можно взять, допустим, тут карта. Ты берёшь здесь и потом оставляешь и разные точки от этих парковок. То есть не нужно сюда же его возвращать. Тут написано все точки, где есть такие же парковки. И тут карта, гольф, всё-всё-всё. То есть ты взял велик отсюда и поехал, допустим, до Тиволи или Макдональдс. И там рядом есть такая же парковка. Там его оставляешь. Вот так вот. Интересненько. Всё, пойду я в номер сейчас. Сейчас уже час дня. Попью что-нибудь. Потом, не знаю, пойду, может, на бассейне посижу. Там полиция штрафы выдаёт тем, кто припарковал машину и не заплатил за парковку. Ну, кому-то не повезло. Они, конечно, работают конкретно насчёт этой темы. Там стоят, выписывают. Кому-то не повезло. В общем, пришла я в отель, что ничего не хочется, подала водички. Такой вид с отеля у нас номера. Там закат будет, что мы вот с этой стороны сядем в сумку. Это наш отель на восьмом этаже. И вот это казино. Светится тоже ночью. Ну, здесь музыка. Такая курортная зона. У нас хорошие стеклопакеты, так что ночью очень тихо. Закрываешь окна. И вот там отель. Басиль. Я там проходила сегодня. Ледишки лежат. Планицы. Тута бананы. Завтра Пасха. Погода прекрасная. Хотя для Пасхали. Месяц. Такая погода тёплая. Это ненормально. Обычно дожди в это время. У них даже есть ещё поговорка такая. Там на португальском говорят, что в апреле тысяча дождей. Ну, что-то типа такого. Ну, всё, всем пока. Хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...